всем здравствуйте обзор покупок еды смотрю в камеру не еды не смотрю в камеру и всяких шмоток вообще у меня истоскалась я лёля совсем у меня умер своей естественной смертью мой тепленький халатик дарила мне сестра такой хороший тепленький халатик потом у меня что-то как-то ночнушек совсем не стало вообще у меня еще брючки надо у никитоса узнать как может они специально называются потому что на сайтах всех возможных и известных мне фирм и компании включая вот эти твое и прочее я не нашла такие брючки магазинах тоже не нашла то ли они настолько не популярны то ли я чё-то не догоняю те которые у меня были такие серые сзади кармашки спереди кармашки еще где-то так может чуть выше чуть ниже колена кармашки их можно было согнуть подогнуть можно даже в принципе не такие чтоб можно было подогнуть на при кнопочке зафигачить можно даже их сама подогнуть еще но главное чтоб там было как минимум 6 кармашков короче я наверно сначала обозрю мне пакет тут там уже порвался вот зашла я тут в этот значит вот так где только не было почти ну где не было там все таки не было я очень хотела досочку деревянную в эту квартиру другую себе совершенно новую досочку вот чтоб кто-нибудь бы подарил на новоселье но кто собирался не подарил а кто собирался подарить нождок вообще как-то без всего пришел короче благословит их кто-нибудь опустим подробности этим и я как-то и видела в атаке досочку ничего то так понравилось но у меня столько всего было с собой что я тупо уже не утащила бы хотя она вроде как не настолько тяжелая как бы на тот момент когда уже ну совсем зубах поперла но у меня зубы может мне выдержать они все-таки зубы жалко короче а там какой-то еще очередной руки у меня не было как в том мультике где там рука была семейка адамс карта короче потом я как-то была и учета всего накупила у меня налички было что-то мало бабла на карте было еще меньше в итоге я тут решила думаю специально специально туда зайду сказать с одной стороны у меня на люксовой карте есть 150 рублей бонусных которыми можно что-то платить но так как я не в курсе если вообще деревянные доски в люксе на сначала бы на сайте глянуть то я зашла вот так персонально за этой досочкой а потом меня понесло по всяким другим отделом в общем там есть досочка поменьше есть побольше есть досочка каждый день и вот эти того же вот как бы хоть она бамбуковая как бы то просто деревянная но смысле то дерево это дерево да они не очень качественно обработанным в этом плане вот которые каждый день то вообще не не зашкуренная совершенно у меня просто дедушка и отец занимались а как бы не помимо прочего и по дереву я как бы представляю что такое наш курить но не сама же потом шкурить у меня даже нет уже этой фигни который надо шкурить в общем такая досочка там было чуть поменьше но так как у меня есть большая но она уже настолько ее даже не отметить она уже липкая от старости и взяла просто от безысходности чтобы была досочка и пластиковая пластиковая не будем травмировать папа больных тому же сейчас осеннее обострение короче она немножко умерла и хоть я еще вроде как пользовалась но она уже вот ну все совсем умерла на что-то на нее горячая поставила и вот раньше ставила ничего а тут так вот и кирдык я решила что-то средне арифметическое для одной эльфи которая живет один совсем один не считая кота в этой квартирке вполне себе хватит вот такой досочки среднем как было бы чуть поменьше там но думаю что средний размер самое то в общем чем у нас тут размеры 30 на 19 сантиметров доска бамбуковая натура 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 короче на выжигал нато тут и такой листик 3 листика фиговины которые обычно выжигают у нас в деревне были досочки мы в детстве выжигали на них какие-то цветочки всей семейкой на смысле всеми сестрами и иногда друзьями и родственников у которых были как раз вот эти мои короче друзьями и дитями друзей родственников моих родственников скажем так о хушете был большая адреченские семьи как бы сказала моя подруга маша но у нас там как бы не углическая семья было ну уже последствием чипа потонки и escolchie семьи как бы так потомстве на углические семьи, вот так скажем. Ну и как бы там вот досочки были, там выжигали. Вот дедушка делал досочки, а мы там рисунок какой-то делали. Вот тут натурно рисована. Такая хорошая, ровненькая досочка. Состав дерева, копочка, бамбук. 100% экологически чистые материалы. По-моему, нельзя ее мыть в посудомоечной машине, да у меня ее как бы и нет. Атмосфера. Фирма-изготовитель. Сделано вообще, но страна, принимающая претензии на территорию России, флорин СПБ, а сделано оно в Китае. Ну и хрен бы с ним. В Китае как раз бамбук, наверное, и растет. Ну помимо Китая он еще, помимо чего-то там, всех этих алиатских стран еще и в Китае растет. Вот такая вот досочка замечательная. 240 рублей с копейками. Та, которая была чуть поменьше, она 170 с чем-то была. А эта, каждый день она вообще 56, но там вот, ну, я не знаю, как такое можно продавать. Вот из трех я выбрала эту, потому тут даже, ну, в одном месте чуть-чуть вот такое вот, если буду вдруг палец сувать, ну, мало ли, не я там кто-то решит. Придет в гости и решит сунуть палец. Здесь нельзя занозиться, тут вот как-то хорошо обделано. А другая вот, еще одна, там были такие не очень ровные края, именно в этой дырочке. Правда, у меня вешать ее как бы некуда. Я ее буду внутрь шкафа, этого кухонного гарнитура убирать. Хрен знает, как ее звать. Вот эту фигню, на которую все можно повесить, я пока не приобрела, потому что пока нигде конкретно вот такую не видела или не очень усиленно смотрела. На зоне мне нравится одна штука, но я все время забываю ее тете показать, и она периодически бывает в неналичии, а такая как бы полочка, на нее там что-то вешается. А человек, который мне пообещал ножик еще с апреля месяца, а потом, ой, да мы тебе что наточим? Я думаю, ну, ну, как ножик дарите, сделайте ручной работы, так и точите. В общем, человек почему-то считает, что, как сказал мой коллега по сканлейту, радуйся, она тебя боится, думает, что ты у нее мужика уведешь. На хрена мне чужой мужик, там уже алкоголик. Короче, ну, не совсем алкоголик, но вообще чужой мужик на хрена мне. И, короче, в общем, как-то я пока вот, мне тоже сказали, ой, да мы можем тебе сделать, я думала, ну-ну. Обещанного 3 года ждут в этом случае, и на 4-й забывай, это тут можно и не ждать. Короче, и, в общем, пока она у меня будет храниться так вот, в ящичке вот эту, в столике, на котором я так это хавчик готовлю. Короче, купила тут себе онежская, скаба, тон, кусок. 41 рубль 29 копеек, 56 грамм. Сор копченая колбаса. Там была фантазия, еще что-то. Я помню, что я какую-то покупала, ну, покупала, также обозревала, наоборот, какой-нибудь свой ролик, это обзор еды из Атака посмотреть, потому что какую-то, я помню, мне понравилась, а какая-то нет. И как-то это, даже кот, по-моему, ее особо есть не стал. Хотя у меня кот сейчас зажрался совершенно. Он мне вчера выпрашивал сосиску, я ему этой сосиски какая-то там с дымком или что-то в этом роде выдала, а он сожрал. А сегодня он выпрашивал, но жрать не стал. В общем, я не очень уверена, закончились они у меня или нет, но вот маленьких у меня точно уже нет. Я знаю, что у нас есть магазин упаковка, и там, в принципе, за те же деньги можно, потому что в прошлый раз, помню, покупала почти год назад, за 330 или 340 или 400 рублей 100 штук. Причем, как я поняла, там местами были бракованные крышечки, допустим, не всегда подходили к контейнерам, и крышечек, допустим, в одном варианте было больше, чем контейнер, а в другом, наоборот, меньше. Тут хотя бы вот, ну, у меня чек вообще убран. У меня что-то на 520, что ли, это все вышло. 33-30, около 40, наверное. От 30 до 40. Тут мистерия, 10 штук, контейнер прямоугольный, 250 миллилитров с зажимной крышкой. У меня совершенно сбился график сна. Я в деревне еще периодически, там, когда смотрела этот Винкс, иногда до 3, иногда до 4, они так затягивали. Смотришь, 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 думаю, блин, а сколько хоть ребята? 4 утра трындец. Надо уже скоро вставать, а тут еще только ложишься. Ну, не то, чтобы я там бронищик вставала, но я там стабильно в 8-9 до этого вставала. Ну, в общем, для микроволновой печи в режиме разогрева для одноразового применения. Ну, как бы, у меня есть в чем греть в микроволновке, но на всякий случай. А так, так как я сегодня собираюсь облепиху с сахером бодяжить, протирать, промалывать, или типа того, у тети вчера узнала, она говорит, да, да, делают. Я думаю, ну, мало ли чего. Я штанкист. В общем, вот тут эти крышечки. 10 штучек. Как-то оно тут так зафигачено. Ну, в общем, можно, в принципе, с открыть. Вообще, у меня что-то такой передос этого видоса, монтажа. Я в деревне 19 роликов смонтировала. Ну, один чуть-чуть подправила, но он запраковался, и я решила, что уже потом, ну, нахрен его. Там такое существо было, что ткнешь палочкой, как, знаете, вот говно на дороге валяется, шел случайно, не заметил, наступил, потом воняет. И не можешь понять, что такое, где вообще взялось. Вот такой же человек, вот ткнешь палочкой, оно воняет. Я решила, что раз уж оно уже навоняло, то, как бы, Господь с ним, как бы, сказала моя подруга верующая Машка. Ну, так как Господь не с ней, не с ней, не с ней, Господь с ней тогда уж, да, но Господь не с ней, потому что я здесь, а она там, то пусть она уже отвалится. Короче, в общем-то, такие контейнеры. Вот, короче-ка. Я даже сейчас сниму этот контейнер. Вот контейнер. Сейчас проверим, как он в действии. У них, по-моему, у всех такая, через раз, кто закроешь, кто не закроешь. Вот, у этого нормально, кстати. А вот у тех у меня было вот именно, что, видимо, это потому, что крышка не совсем подходила. В общем, он такой миниатюрный, на 250 миллилитров контейнер. Очень даже хорошо. Пусть будет. Я купила себе 2 нарезки сыра. Опять же, тут вот это. Тут 66 грамм. Король Артур. Нарезка 37, 13, 15 августа сделана 11-го за зарезанный. В 9 утра 11, в 11 минут 10-го сегодняшнего дня. Я как-то покупала нарезку Короля Артур у нас в Тверском. Вроде нормально. Ну, в смысле, не нарезку, а именно кусок. Вроде нормально сыр был. Так как я не помню. Но мне вот что-то я заметила, что удобнее покупать в нарезке. Вот так вот. Не так вот, как в Магните, там, или еще где-то. Потому что последний раз, когда покупала в Магните вот в этих сетевых магазинах, там, не помню уже в каком, но он конькетки. Хоть там и срок был, еще что-то. Может, хранился неправильно. Может, там, перепечатали эту дату. Хрен знает. А тут как-то уже проверено. И как-то у меня кот, конечно, сыр особо не жрет. Но что-то вообще не жрет. Тоже, видимо, зажрался уже совершенно. Хотя-то у меня Машка спрашивала, говорит, в ВКонтакте. Я, говорит, кот мед ест. Я говорю, не ест. Говорит, надо же, хоть что-то он не ест. Но он его вообще не ест, как бы, надеюсь. Ну, и, в общем, то меда в этом году мало как-то. Чтоб еще кота медом кормить. Вот у меня вон там. Вон там, там, там. Короче, слева по борту. Ну, и тут еще сыр. Сыр Сауля. Я сначала хотела купить кусок, но посмотрела. Нарезки там хотя бы, ну, вот видно, что прозрачненько. Ну, нормально. Конечно, они могли эту нарезку сделать доисторического сыра. Потому что тот, который я хотела купить кусочек, у него на жопке была такая вот, ну, интересная такая белая плесень. Не та плесень, которую там за кучу бабла продают там местами сыр с плесенью, а вот плесень именно умирающего сыра. Тут у нас 41 рубль 39 копеек, 72 грамма. Сыр Сауле 30%. Тут тоже такие три кусочка, по три кусочка. В общем, если сыр вдруг надоело есть, или боитесь, что он испортился. Мне как-то говорили, что убери его в холодильник, в морозилку, потом потрешь, значит, и разморозишь, и будешь есть. Я его достала из морозилки, хотела поесть, а он у меня сдох. Вот буквально там уж на следующее утро, после того, как я его достала, он у меня заплесневел и отдал богу душу. Причем не мне, а я как бы бог, да? В общем, даже никому душу не отдал, дыши у него уже там не было. Короче, по скидке взяла за 77 с чем-то, иногда на зоне так же бывает, но там не потому, что оно просроченное или срок годности заканчивается, а просто бывают скидки. Тут же у нас срок годности до 15 сентября сего года, потому что 15 сентября прошлого года он созданный. Марципан 100 грамм, Зентис, очень мне нравится этот Зентис, вообще люблю вот такие марципановые буханки. Вообще люблю марципан, кто не в курсе, кто в курсе, тот так знает. Короче, не знаете, что... Решили выразить свое спасибо за труды, Лёля. Не знаете, что подарить? Марципан. В общем, ну, тут-то реально марципан, допустим, этот Гландини, питерская фирма, там одно время у них был какой-то такой как бы марципан, а потом там арахис, что угодно, но не миндаль. А миндаль, как бы вот та самая миндальная мука и есть составляющая марципана. Сахерная пудра и миндальная мука, да? Ну, в общем, как бы, вот, рецептин соевый. Хороший, вкусненький. Я его тут с чаем захомячу. Как раз у нас сегодня 11, уже 15-го, я его схомячу по-любому. Это зонтик, я его не покупала. В смысле, я его покупала когда-то в Иван, даже обзор ему посвящала отдельный по запросу трудящихся. Я даже немножко под дождик сегодня попала. Ну, какой-то такой мелкий зашла, когда в магазин не было даже. А выхожу, вроде так что-то капает. Иду. С одной стороны, конечно, хорошо, что люди не говорят, эй, человек, смотри, ты идешь одна под зонтиком, а никто без зонтика и дождя как бы уже нет. С другой стороны, ну, сказали бы. Хотя, с третьей стороны, может, люди у нас настолько вежливыми становятся, может, они это... Меня когда-нибудь видели, я где-то говорила, что будьте люди вежливые. Косите под Японию. Это я вообще сегодня в ночи, у меня что-то график совершенно сбился, и я где-то часа в 3 или в 4 утра сегодня, не в 3, наверное, читала в жиже пост Никитоса на тему встречи Мадока-секты Магии Адеи в Японии. День магии. Ну, посвященный Мадоке, соответственно. И там он что-то провежливое затирал, как обычно. Ну, в общем, купила себе молоко. Молоко питьевое, постерилизованное. Массовая доля жира 3,2. 37 или 39, я не помню. Нормализованное молоко в составе. Торжок. Мы когда с Машкой были в Твери и в Торжке, вот в Торжке очень хорошее молочко. Мне оно так нравится. Хорошо, что молочко-торжковку можно купить, допустим, в этом самом, в Атаке. Ну, и пакетик, который слегка порвался. Ну, он пойдет поддать. Вот перерабатываемый мусор. Я тут, когда приехала с деревни, купила себе молоко, короче, в этом, в Фортуне 3,2. Как-то было такое подобное брало в деревню, нормальное молоко. А тут я не знаю, что с ним может там брак какой-то. Короче, такое ощущение было, будто это... Смотрю, что я брал. Вот смотрю вообще. Это будто просто белая водичка. Белую краску какую-нибудь, мел там развели с водой или еще что-то. У меня вообще ее... Я разбавляю кофе, я понимаю, что вообще какая-то там мура, вода. Чай разбавляю, еще полная фигня. Я отдала коту, кто-то выпил нормально. Ну, вот не для людей оно явно. Поэтому, так как я еще в деревню на велике за молочком козьим не ездила, то вот. И вот купила я себе халатик. Магазин, я в нем покупала пижаму себе. Вот я зашла в один магазин, ну, в несколько магазинов зашла. Там, видимо, как говорила бывшая, в общем, хозяйка цветочного магазина, бывшая моя соседка по моей бывшей работе, на червячка. В общем, у нас вот так называла меня, там мою сетру. Она такая же примерно стройненькая, короче. Вот таких, как мы, называла, вот 40-42 размер, типа на червячка. Вот там на червячка нету. Хотя написано размеры от 42 до 50 какого-то. Фигня. Короче, я там покупала пижамку, и там, короче, в магазин, у них распродажа началась с момента, когда наш магазин закрылся. То бишь, с начала этого года. И вот сначала у них там была распродажа из-за ликвидации магазина, сети магазинов, бла-бла-бла, до конца мая. До 31 мая, смотрю, 1 июня, он еще нормально ездил, а как-то еще нормально. Тут деревня была, думаю, что он уже закрылся. Захожу, выхожу, мимо кота иду. В общем, я там в этот магазин заходила и зашла. Там написано до сих пор, что типа распродажа, ликвидация, ттд, и до сих пор требуется продавец. И, значит, смотрю, у них самый привоз и продавщица между собой. Вот, мы 3 дня там что-то разбирали, в этот раз тоже 3 дня будем разбирать. Нас ругают, но не столько новых типа продуктов, про этих товаров привезли. Я думаю, если у вас распродажа магазина, сети магазинов, я сначала думала, что это просто сеть магазинов. Ну, допустим, они сами что-то производят, как вот магнит, там у них какие-то марки. А тут тупо сеть магазинов, может быть, еще в каком-то городе есть, не знаю, или сам по себе магазин. И, как бы, там разное, там и Ивановская, Китай, Корея, черти-чо, и, в общем, одного черта только нет. Может, и черт есть, только спрятался. Короче, и я там покупала, помню, тогда свою пижамку. Там везде написано, что все цены делятся напополам, типа 50% от указанной цены. Я думаю, видимо, это тупо заманиловка, потому что, ну, с одной стороны, там действительно хорошие местами вещи. Можно найти хорошие вещи, и они, как бы, недорого. Те же яйца, ведь, сверху в другом магазине, через дорогу, допустим, тут за 300 рублей, там за 4 тысячи. Суть я вообще не понимаю. Помню, как-то купила себе сарафанчик за 200 рублей лет 10 назад, хлопковый. В одном магазине он был 600, в другом 1000, в каком-то 1200 вообще. Один вообще сарафанчик, один в один. Ну, и я купила себе эту самую начнуску, сорочка, с котятами, с кошечками. Тут две каких-то кнопочки. Она как бы 700 рублей, но мне это все где-то около 1000 обошлось. В общем, 350 рублей получается эта сорочка, называется эта сорочка, 42 размер, 100% хлопок. Сделано оно у нас в Иваново. Точнее, Ивановская область, город Тейково. В общем, у меня, по-моему, у них такая серия, наверное, у меня потому что халатов дофига, которые дарили и мамина подруга, и моя тетя, вот тоже вроде как вот подобного типа, с красной каемочкой. В общем, такая вот сорочечка. Пакетик мне дали халявный, они там карты принимают к оплате. У меня как раз на карте было больше, чем в наличии. Одежда, обувь, магазин, смешные цены. В общем, вот этот магазин, смешные цены, который с января этого года все никак не распродастся, потому что у нее постоянно новый товар приводится. Я думаю, что у них чисто вот эта заманилка. Потому что кто пойдет, ну, у кого бабла мало, поговорить что-то надо, да? Вот мне надо... Вообще, я обошла несколько магазинов, тупо не было размера. У них есть 42 размер, встречается не везде, конечно, но все же есть. Он, конечно, не дофига теплый, но чисто вот как банный халатик подойдет. В общем, цена у него 1180. Разделите на два, и получится то, что я в итоге заплатила. Тут, конечно, местами какая-то вот нитка, хотя я когда вроде смотрела, и ниток не было, но да ладно. Там было 4 вообще вот подобных. Один такой, два таких как бы коричневые, один такой как-то зеленоватый, и один такой розовый, но у него тут рукава с желтыми цветочками. И он вроде как чуть ниже колена, ну, как-то так. Может, как-нибудь даже в нем предстану на каком-нибудь стриме. Вот халатик. Замечательный халатик, правда, сейчас мне придется это монтировать. Ну, зато заставку ставлю на этом самом, на ноуте. Как мне мавави ответили, оказывается, если у вас там система такая, то больше 4 гигов вы не сможете сохранить в монтаже. Хотя там как-то уже на 2 гига идет конфликтация. Но я так поняла, что я их слегка подзадолбала, и вообще мне они ответили через... Я 29-го написала, а не 5-го только ответили. Хотя в течение суток отвечают. Может, я их подзадолбала, но с другой стороны, вы как бы пишете программу, делаете ее платной. Я за нее бабло заплатила, и вы обязаны предоставить их поддержку. Я понимаю, там, ну, халявная программа, и хочешь отвечаешь, хочешь не отвечаешь, когда у тебя есть время. Ну, с другой стороны, ответили. Я, правда, еще не проверяла, что там есть, но учитывая тот файл с хостиком на 32, который они мне скинули, когда у меня установка не шла на Windows 10 Pro, то, наверное, вот именно тот самый момент, что не получается там больше 4 гигов исходного файла сохранить. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем хороших покупок, нужного размера вещей находящихся, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok